Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, и сегодня мы с вами будем обсуждать новые косметические запуски. Что же появилось новенького у нас из косметики, мы сегодня переберем все, что было, по крайней мере, лично мне так или иначе интересно. И также, помимо новинок, я хочу обсудить тот скандал, который сложился под одним из постов Литуаль. Тема очень щепетильная, у каждого на нее свое мнение, и боюсь то, что за свое мнение я очень сильно огребу по шапке, поэтому, если вы не против, я оставлю эту тему на конец видео. Ну что, поехали! Итак, самый первый запуск, который я бы хотела с вами обсудить, это новинка от Шарлотты Тилбери. У Шарлотты Тилбери выходят, во-первых, новые палетки теней, и, во-вторых, скраб для губ. Давайте начнем со скраба, чтобы быстро его пролистать. Скраб для губ стоить будет 28 долларов. Камон, 28 долларов за просто сахарный скраб? Шарлотта, по-моему, ты выжила из ума. На самом деле, все под постом об этой новинке написали то, что цена какая-то астрономическая, и нет смысла платить такие деньги за просто сахарный скраб. Сахарный скраб есть сейчас практически в каждом бренде, и стоить он будет вам не 28 долларов, а раз так в 10 меньше, в общем-то. На самом деле, если забыть про стоимость, данный скраб Шарлотта сделала для того, чтобы у нее в арсенале было абсолютно все, что только может понадобиться человеку для макияжа. И есть визажисты, которые, например, используют только монокейсы определенного бренда. То есть, например, они красят клиентов только косметикой Шарлотты Тилбери. И в таком случае им может понадобиться скраб, может понадобиться какая-то маска для губ, а у Шарлотты такого, в общем-то, не было. Так что теперь Шарлотта добавила. Если рассматривать с этой точки зрения, то есть как рабочий инструмент для визажистов, кто использует монокосметику одного бренда, тогда, быть может, да. Но мне в таком случае опять-таки жалко этих самых визажистов, потому что скраб очень быстро закончится, и обновлять его каждый раз за 28 долларов, опять-таки, дело совсем неблагородное. И вторая новинка Шарлотты, которую я как раз-таки очень сильно хотела обсудить с вами, это ее новые четверки теней. Выйдут две четверки теней в обновленной упаковке, в обновленной коробочке. Посмотрите, какой красивейший дизайн. И данные четверки интересны в первую очередь не столько своей упаковкой, сколько новой формулой. У Шарлотты здесь появится дуохром. Верхний правый рефил — это такая запеченная тень, и это будет дуохромный оттенок. Запеченные тени у Шарлотты уже были в ее предыдущей коллекции, когда выходили три палетки Star Aura, Diva Lights и еще какая-то, честно говоря, не помню название. И поговаривают, что та формула запеченных теней очень похожа на запеченные тени от бренда Tom Ford, что неудивительно, потому что Шарлотта одно время работала с Томом Фортом и создавала для них, в общем-то, формулы. И, кстати, я уже решилась на приобретение палетки Star Aura. Она ко мне едет, и если вас интересует обзор на эту палетку, то напишите в комментариях, я обязательно его сделаю. Итак, вернемся все-таки к новинке от Шарлотты. А когда я только увидела эти палетки, они меня дико разочаровали. Да, здесь новая красивая упаковка, но при этом здесь все те же самые оттенки, что и в предыдущих палетках. Ну почему? Почему эти оттенки так сильно напоминают все предыдущие запуски? Ну серьезно, Шарлотта, ну есть же другие цвета! Ну есть они! Поверь мне, они точно есть! Почему бы не сделать палетку в других оттенках? Ну почему? Когда смотришь на эти палетки, сразу же видишь предыдущие Пилу Толки, Стар Аура, Эксэджи Райз и все прочие палетки, которые можно выставить просто в огромный-огромный ряд и увидеть одну и ту же цветовую гамму. Очень расстроила, конечно, меня гамма, и всех, кто вообще видел этот запуск, очень многие написали в комментариях, что другая упаковка, но одна и та же гамма, не те же тени. И я понимаю, собственно, разочарование людей. Но Дуахром меня подкупил, так что я, скорее всего, нет, не скорее всего, а точно приобрету данную палетку. Следующая новинка — это дуо для счетчик от бренда Tom Ford. Она так и называется — Chic Duo Shade and Illuminate Blush. Это будут румяна, которые будут придавать оттенок и которые также будут придавать сияние. Всего, насколько я понимаю, шесть оттенков. Все очень симпатичные, все подойдут для абсолютно разной кожи, для темной, для светлой, для холодного тона кожи, для нейтрального, для теплого. В общем, на мой взгляд, Tom Ford очень хорошо постарался, и я бы, конечно, очень хотела приобрести подобное дуо. Конечно же, цена будет, мягко говоря, очень большой, но, возможно, когда-нибудь я раскошелюсь и приобрету. Пока не знаю, буду я приобретать или нет. У Tom Ford действительно очень хорошие средства для лица, очень хорошие текстуры, которые бережно относятся к абсолютно любой коже, в особенности к возрастной. Tom Ford, в принципе, не ориентируется на молоденьких девочек, поэтому, если вы, скажем так, в возрасте, то Tom Ford — это тот бренд, который точно можно рассмотреть. Следующая новинка — это Anastasia Beverly Hills. Да-да, они все еще живы, как и сейчас шутят в интернете, они все еще существуют, и у них вышли интересные новинки в виде кремовых средств. Вышли кремовые бронзеры, кремовые румяна и кремовые хайлайтеры. На самом деле, кремовые средства — это сейчас достаточно большой тренд, как мне кажется, потому что, в принципе, существует тренд на минимум макияжа, на живую здоровую кожу, на небольшой слой, опять-таки, этого макияжа, и кремовые средства как раз-таки обеспечивают очень тоненькое покрытие и небольшое количество макияжа на лице, но при этом также кремовые средства создают именно это самое здоровое, красивое сияние. Urban Decay — да-да, они тоже все еще существуют, и они тоже все еще выпускают новинки. Urban Decay выпустили палетку Naked 3 — мини. Господи, сколько лет прошло, когда они выпускали эти Naked, и уж тем более мини-версии. Боже мой, такое ощущение, что это какой-то взгляд в прошлое, взгляд назад. Да, посмотрите, палетка, конечно, миленькая, маленькая, симпатичненькая, розовенькая, но, как мне кажется, они с этим выпуском опоздали года на три. Вот если бы они выпустили эту малышечку года три назад, она, думаю, в принципе, неплохо бы даже зашла. Но сейчас уже морально все устали от этих Naked, от этих мини, от этого формата, от этого бренда. Не знаю, им нужно, как мне кажется, очень серьезно поработать над своей концепцией, потому что вот эти вот Naked мини и, в принципе, палетки серии Naked уже мало кому интересны, и на рынке есть гораздо больше действительно интересных и привлекательных брендов и формул. И, кроме того, данная палетка будет стоить 29 долларов, и, например, те, кто живут в Америке, а не в России, где есть нормальные скидки, люди пишут то, что большая палетка Naked, не мини, стоит у них на скидках 25 долларов, и, мол, зачем покупать мини-версию за 29 долларов, когда есть полноразмерная версия Naked за 25. Так что, не знаю. И ценообразование, и выпуск, как видите, сомнительные. Давайте разбавим все эти средства для лица палетками теней, и бренд Juvia's Place выпустил просто милейшие четверки. Я, честно говоря, без ума от них. Никогда, никогда я не питала какую-то особую любовь или интерес к этому бренду, ничто меня не цепляло, но эти четверки — это просто бомба. Посмотрите на то, какие они красивенькие. У нас здесь четверка Honey, Mint, Army, and Grey. Grey — версия очень похожа на Lime Crime. Красивейшая, действительно, палетка, красивейшая гамма. Мятная, которая армейская, тоже меня очень привлекают. Как видите, я, в принципе, повернута в последнее время на зеленых оттенках, и эти две вариации меня очень-очень привлекли. И мятная очень красивая, такая нежно-бирюзовая, и армейская палетка. Тоже посмотрите на эти божественные, именно божественные свотчи. Очень надеюсь, что пигментация не подведет, потому что на первый взгляд это нечто, действительно очень красивое нечто. Меньше всего меня интересует здесь, конечно же, палетка Honey, потому что она рыжая, она очень теплая, уже все устали от такого, да и по цветотипу она мне не очень подходит, она слишком темная. Это, скорее всего, для девушек с очень темной кожей, как, в общем-то, и весь бренд. Он изначально так и позиционировался, то есть для девушек с темной кожей, потому что сама обладательница, обладательница, сама хозяйка этого бренда, сама создательница бренда является, в общем-то, афроамериканкой, и свои палетки изначально она создавала тоже для афроамериканцев. Но мне кажется, то, что данный запуск будет хорош, в общем-то, для всех. И, что интересно, данные палетки будут стоить по 10 долларов. Для Америки это очень хорошая цена, с нашим курсом доллара, конечно же, цена кусается, но все же потянуть можно. Интересная новинка выходит у Hermes, это будет новый хайлайтер. Мне не очень нравится его внешнее оформление, потому что какой-то белый круг, и внизу какая-то золотистая блямба непонятная, что это, зачем это, это как монетка, или что это. Но внутри хайлайтер выглядит прекрасно. Очень красивая гравировка, очень красивое оформление. Немного тепловат оттенок, как мне кажется. Возможно, он будет немножечко желтеть, но, скорее всего, подобного не будет. В общем, очень-очень красиво. Жалко, что нету цены, жалко, что нету свочей. И цена, в общем-то, единственное, что здесь, в общем-то, народ смущает. Все предполагают то, что данный хайлайтер будет очень оверпрайсed. Скорее всего, он будет стоить в районе сотни долларов. И, конечно же, столько денег отдавать просто за хайлайтер, ну, мало кому хочется. Но очень, конечно, красиво. Не могу не упомянуть новые запуски от бренда Hourglass. Они выпускают палетки, которые можно скомпоновать из разных оттенков. Всего будут три палетки. Первая палетка на один рефил, вторая палетка на три рефила, и третья палетка самонаборная на пять рефилов. Самих же оттенков будет сорок штук. Сорок штук в абсолютно разных формулах. Будут и матовые финиши, и шиммеры, и, то есть, сатины. И сатины, и шиммеры, и металлики. В общем, четыре финиша. Матовые, сатиновые, металлики и шиммеры. А стоить это все дело будет очень дорого. И, в общем-то, во-первых, всех смущает цена, а, во-вторых, внешний вид. Цена смущает чем? Каждый рефил, вот одна маленькая-маленькая вот эта вот тенюшечка, будет стоить в виде рефила. Рефила даже без упаковки. Просто рефил 29 долларов. Вы себе представляете? За 29 долларов вы получите просто рефил. Без упаковки красивой, в которой вы хотя бы могли это дело хранить. Просто рефил, просто 29 долларов. У меня, честно говоря, просто мозг взрывается от такой стоимости. Конечно же, некоторые люди возмущаются ценой. Некоторые, наоборот, говорят, о чего вы хотели. Аурглаз, в принципе, позиционирует себя как премиум-люкс, а не просто люкс. И такая стоимость, конечно же, ожидаемая. Но все-таки, на мой взгляд, это очень-очень большой перебор. Нужно, конечно, посмотреть, насколько тени будут хороши по качеству. Действительно ли они, в общем-то, будут стоить этих денег. Но я бы, честно говоря, столько не отдавала за тени. Но даже если вы купите Том Форд или если вы купите Пэт Магретт, вы все равно потратите меньше денег. Как бы странно это ни звучало. Том Форд и Пэт Магретт дешевле. Не думала, что когда-либо произнесу такую фразу. Ну и последняя новинка, которую я хотела бы с вами обсудить, это новый сет кистей от бренда Sony G. Я, честно говоря, не пробовала никогда эти кисти. Я только планирую когда-нибудь приобрести себе, в общем-то, эти кисточки. Но очень многих удивил этот запуск. Первое, что удивило лично меня, человека, который не пробовал эти кисти, это их внешний вид. Очень сильно дизайн похож на бренд Manly Pro. Это, насколько я понимаю, наш российский бренд. Я бы, конечно, могла подумать, что Manly Pro соворовали дизайн у Sony G, но Manly Pro вышли гораздо раньше, к минимуму на несколько лет. Поэтому точно воровства тут не было. Можно подумать, что Sony G украли у Manly Pro идеи, но это тоже вряд ли, потому что Manly бренд малоизвестный за пределами России. И вряд ли Sony G вдохновлялись этим брендом. Скорее всего, это просто случайность. То, что так похож дизайн. Интересно то, что данные кисти будут продаваться сетам. Сет будет стоить 215 долларов, и в наборе будет 6 кисточек. Что смущает помимо дизайна? Во-первых, уже очень быстро вышел этот сет после предыдущего запуска. Очень не совсем понятно, зачем так часто выпускают новинки. Какой-то, знаете, был палетка-пад у Анастасии Беверли-Хиллз, сейчас палетка-пад у Наташи Деноны, и, видимо, теперь кистепад от Sony G. Сначала один набор, сейчас выходит второй набор вот этих вот кисточек. И также многих смущает еще то, что данные кисти будут продаваться только сетом. Сет 215 долларов. Это очень дорого за 6 кисточек. Ну, не очень, ладно, но достаточно дорого, скажем так. И также многих смущает то, что многие ждали от Sony G перезапуска ее, скажем так, знаменитых кисточек, которые все должно-должно произойти, но не происходят. В общем, фанаты разочарованы таким кистепадом, фанаты разочарованы тем, что не выходят в ресток те самые кисти, которых они ждут. И, конечно же, цена тоже очень кусается. Я когда-нибудь точно приобрету кисти Sony G. Будет классно, если вы напишите, какие кисточки вам нравятся от этого бренда, и какие вы рекомендуете именно попробовать. Ну и последняя тема, к которой я так боялась приступить в самом начале нашего видео, это тот скандал, который разразился под постом у L'Etoile. На самом деле я совершенно случайно наткнулась на эту ситуацию, но меня, честно говоря, прямо-таки бомбануло. Я не могу молчать, я хочу это обсудить с кем-нибудь. Так что сегодня предлагаю вам быть моими слушателями. Что же произошло? L'Etoile выложили пост в своем аккаунте, где семь фотографий в карусели. Фотографии сняты непрофессиональным фотографом. Не знаю, кем они сняты непрофессиональным фотографом. Давайте на этом остановимся. И на этих фотографиях есть девушка, у которой достаточно заросшие брови, и у которой видно черные точки и акне. Данные фотографии в данном посте служат рекламной кампанией, собственно, тех средств, которые девушка показывает. И в комментариях разразилась просто война. Все, кто мог, кто что хотел, кто во что был гораздо, то и писали. Писали, что девушка некрасивая, что она неухоженная. Какая же она красотка с этими прыщами. Как лучше пойти девушке к доктору, к косметологу, к дерматологу. Что вообще такое нельзя показывать. Что болевотина, что отписываются. В общем, кто во что гораздо. Я единственная, на что надеюсь, что эта девушка не заходила в комментарии и их не читала. Потому что, как мне кажется, самооценка упадет ниже плинтуса у человека, который на этой фотографии, если он зайдет в эти комментарии. И не удивлюсь, если она забьется где-то в черный угол, потому что люди реально проявили всю свою злобу и всю свою токсичность в этих комментариях. Я не говорю, что фото красивые. Поймите меня правильно, фото не очень красивые, откровенно говоря. Я думаю, если бы они были сделаны профессиональным фотографом, то было бы гораздо лучше. Но я говорю чисто о том, что писали, собственно, сами люди под этими комментариями. Писали про то, что девушка якобы неухоженная. Но при этом те, кто это пишет, они явно никогда не страдали проблемами на коже. Потому что люди с проблемной кожей ухаживают за кожей в разы, в разы лучше, чем вот эти вот самые комментаторы. Видимо, у этих комментаторов очень хорошая кожа. И вполне логично, что люди с хорошей кожей меньше ухаживают за ней. Потому что с вашей кожей, в принципе, все нормально. Ничего за ней, а как-то активно и замудренно ухаживать. А вот люди, у кого проблемная кожа, поверьте мне, обладательницы проблемной кожи, они перепробовали в своем уходе все. Они переходили к всем возможным докторам. Они перепробовали все, что можно, и ухаживают за своей кожей очень-очень активно и очень хорошо. Но то, что проблема так и не ушла, не означает то, что девушки с проблемной кожей неухоженные. Они очень даже ухоженные вообще-то. Это был первый момент, который я хотела обсудить. Второй момент. А что, в общем-то, интересно хотели эти самые люди? Они, видимо, снятся идеальной кожей и хотят тоже смотреть на идеальную кожу. Лично я не хочу смотреть только на идеальную кожу. Мне надоело видеть отфотошопленные картинки идеальных моделей. Те же самые Шарлотта Тилбери, Наташа Денона для своих рекламных кампаний берут красивых, реально красивых девушек, красят их, и они становятся еще красивее. Ну, это, конечно, все классно, но какая в этом, простите, реклама? Взять красивую девушку и сделать ее еще красивее. Ну, что в этом интересного? Что в этом вот такого занимательного? Да ничего. Вот то, что делает, например, Гуар Аветисян, по крайней мере, чем она стала знаменитой, тем самым преображениями, вот это реально показывает и уровень продуктов, и уровень мастерства человека, когда она берет человека с какими-то нюансами в внешности и превращает этих девушек в красоток, и им дарит ощущение вот этой самой красоты. И это прекрасно. Я не говорю о том, что на нас со всех сторон должны валиться фотографии с неидеальными девушками. Я говорю о том, что для Инстаграма, для соцсетей подходят любые модели, и не обязательно показывать только идеальных людей с идеальными чертами лица, с идеальной кожей, с идеальными бровями. Люди разные, и это нормально. Почему бы это не показывать? Показывают идеальных людей, показывают идеальную картинку, плохо, потому что нереально. Показывают отфотошопленные лица, скрытые вот эти вот все прыщи, скрывают, фестюнят, тоже плохо, потому что, естественно, люди видят фотошоп. Вот вам показывают настоящую живую кожу и тоже плохо, девушку просто обосрали в комментариях, я извиняюсь Я просто не понимаю этого желания, настолько обхаять человека в комментариях за то, что у него есть черные точки и акне Боже мой, какая трагедия черные точки, боже мой, какая трагедия акне Я как человек с проблемной кожей это почитала и у меня просто такое ощущение возникает вывод, что проще застрелиться, если у тебя проблемная кожа Потому что такой хейт там обрушился, который на самом деле просто трудно человеку потом перенести И это вот эти вот самые люди воспитывают потом в абсолютно нормальных девушках комплексы Посмотрите на меня, у меня хорошие волосы, красивые глаза, нормальные черты лица, ну, пляшевенькие брови, ну что ж поделать В общем-то у меня все хорошо со внешностью, но я так страшно комплексую за своей кожей, вы себе не представляете И это результат того общества, как мне кажется, в котором я расту, которое вот так вот заставляет нормальных, симпатичных девушек загоняться И эти люди потом доводят себя своими мыслями в очень страшные дебри На мой взгляд, просто подобный хейт в отношении чужого, совершенно незнакомого человека это ненормально, действительно ненормально И как я говорила в своем инстаграме, уж лучше иметь нездоровую кожу, чем иметь такую нездоровую агрессию по отношению к другому человеку Простите, но меня просто бомбит, бомбит от того, что там вышло Я опять-таки не говорю, что это красивые фотографии Я об этом не говорю, фотографии действительно неудачные Фотографии действительно неудачные, но они безумно, безумно смелые Потому что показали реального, живого человека с реальными нюансами А не вот эту вот отфотошопленную идеальную картинку Кто из нас идеален? Скажите, поднимите руку, кто идеален Поднимите руку, у кого идеальная кожа, у кого нет морщин, у кого нету черных точек У кого никогда в жизни не было акне, у кого нету вот этих вот этого всего У кого нету, поднимите руку, у кого идеальная кожа Я думаю, мало кто сейчас поднимет эту самую руку, и, в общем-то, а чего вы тогда возникаете? Ну, в следующий раз вас так обхает в комментариях, как вы себя будете чувствовать за то, что у вас там, не знаю, чёрная точка, за то, что у вас морщинка, за то, что у вас ещё что-то. В общем, на мой взгляд, то, что произошло там в комментариях, это абсолютно нездоровая ситуация. Мне будет очень интересно, что вы думаете, напишите своё мнение в комментариях. Мнение может быть абсолютно разным, я понимаю тех людей, кто не хочет смотреть на какие-то проблемы на коже, но одно дело не хотеть смотреть, да, и написать то, что, ну, ребята, мне кажется, это не очень эстетично, вот, поэтому вот так-то, так-то, так-то я бы предпочёл какие-то другие фотографии. Но одно дело написать, одно-одно дело, как бы выразить своё мнение максимально корректно, никого не обижая, и уж тем более не обижая конкретного человека, а другое дело высказывать своё мнение так, как высказано там, когда девушку действительно просто всячески унижали, когда конкретно её называли некрасивой, неухоженной, отправляя её ко всем возможным докторам и показывая свои блевотные порывы, в общем-то. На мой взгляд, вот такое поведение, вот такое высказывание своего мнения, это не своё мнение, это откровенное хамство. И здесь есть очень большая разница, многие люди её совершенно не хотят видеть, прикрывая своё хамство подобным личным мнением. Вот такие дела, так что я призываю вас написать, что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь к подобным рекламным кампаниям, к подобным, скажем так, размытиям границ, к подобным показам не только идеального человека, но и человека с какими-то нюансами на коже, как вы к этому относитесь. Но опять-таки я всех прошу высказывать своё мнение, никого не обижая тех, кто будет хамство прикрывать своим мнением, я, извините, буду блокировать, потому что мне не нужна нездоровая ситуация под моими видео в моих комментариях. Мне хочется, чтобы мы с вами вели какой-то адекватный диалог, уважая друг друга и уважая, в общем-то, также тех людей, кто будет читать эти комментарии. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, надеюсь, я вас очень сильно не нагрузила, но мне нужно было высказаться. Ещё раз спасибо всем, кто досмотрел видео до конца, подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось, ставьте лайк, и всем пока-пока!